Привет, народ! Добро пожаловать на наши посиделочки! Сегодня мы с вами говорим еще про один сериал, который номинирован в лучший по мнению Эмис 2020 года. Посмотрим, заберет он награду или нет. Претенденты очень серьезные в этом году. Я начал был смотреть этот сериал, когда он только-только вышел. У меня была подписка, я не помню, что-то дошло, или Игра престолов тогда была, потому что это был 2018 год. Первый сезон вышел в 2018, да. И у меня как раз заканчивалась подписка, и я посмотрел первых три эпизода. И я смотрел каждый эпизод, выходил вот, новый эпизод вышел, я посмотрел из недели в неделю. Но мне показалось, что ну слишком растянута эта сага. Мне понравилось ее смотреть, но на тот момент я сам себе сказал, я не хочу платить за подписку лишние деньги на протяжении там следующих нескольких месяцев, для того, чтобы узнать, чем вся эта история закончится. Поэтому я решил, думаю, ладно, когда выйдет Мир Дикого Запада, я посмотрю залпом весь первый сезон. Вышел Мир Дикого Запада, мы как раз смотрели, разговаривали, то-се, и я совершенно забыл про этот сериал. И вспомнил о нем вот только-только, когда он попал в номинацию. Давайте поговорим. Что ж в нем такого сенсационного, что он номинирован аж на 18 эми? Это прям вот уровень Игры Престолов. Игры Престолов, неужели на самом деле такой сильный сериал? Неужели? Вот кто-то, может быть, из вас скажет вообще, что за сериал? Сколько? Сколько Эмисон он номинирован? Что, правда, что ли? Давайте поговорим, почему. И поговорим об основных номинациях, потому что основные такие вот большие, это те, которые нам покажут. И мы поговорим о семи. Если вдруг вы еще не смотрели, как всегда, два момента. Я могу сказать какой-нибудь спойлер, потому что будем обсуждать персонажей, будем обсуждать их поведение, почему какой-то персонаж мне понравился, почему, мне кажется, кто-то номинировал на ту или иную награду. Поэтому могут быть спойлеры. Если вдруг вы спойлеров не боитесь, оставайтесь, смотрите. Если вдруг вы прям сильно-сильно такой человек, который вот вообще не может никаких спойлеров пережить. Поймите, это не что-то прям такое грандиозное фэнтези или какой-то детектив. Если вдруг вы услышите какой-то, поймаете спойлер, полностью все перестанет быть интересным. Нет. В этом сериале все построено. Вот такая шекспировская драматургия. Тут вам и король лир, тут вам и гамлет, тут, когда непонятно, кто кого подставляет. И у нас два брата. И вроде там племянник. И дети, которые грызутся на наследство. Это вот шекспировские страсти. Не взять, не убрать. Поэтому, поэтому, в принципе, что бы вы не услышали, какой бы из спойлеров вы не схватили сейчас, это не станет камнем преткновения, из-за которого вы скажете, все, я теперь не могу смотреть этот сериал, все, забросил. Так что поэтому, поэтому, если вдруг вы думаете, что бы посмотреть, оставайтесь, послушайте. Может быть, чертяка языкатый, я смогу вас уболтать, посмотреть этот сериал. Но этот сериал, это не тот сериал, который можно смотреть на заднем плане. Знаете, вот я часто говорю, вот этот сериал на заднем плане, включил посуду мою, картошку чищу, то и сё, там играю в хардстон. Нет, этот сериал нужно смотреть. И даже дело не в спецэффектах каких-то, которые вот ты можешь пропустить. Спецэффектов совершенно нет. Но актерская игра заставляет тебя просто вот так вот уронить свою челюсть и потом долго ее подбирать с пола. Ты сидишь, ты наслаждаешься. Насколько вот блински, мастерски, чтобы не заматериться каким-нибудь нехорошим словом, прописан сценарий. Как вот ты смакуешь вот эти детали, которые преподносят. И сериал совершенно неспешный. Вот мы говорили с вами недавно про там убить Еву, да, что британские сериалы, у них есть свой жанр. И вот здесь что-то есть вот от таких вот британских сериалов. Вот это неспешность. Огромный минус в этом сериале, лично для меня, это постоянно наезжающая камера. Убил бы того человека, не в прямом смысле, но взял бы камеру, выхватил из рук, выхватил этот фокус-пул и зум, который он использует, и засунул бы ему в самый зумер. Вот я не могу. Понимаете, дело в том, что когда ты делаешь такие телодвижения с камерой, резкие, в этот момент ты понимаешь, что ты смотришь кино. Ты перестаешь быть в этой атмосфере. Ты вот постоянно приблизился. А, ну, значит, это снимают. Это все не на самом деле. Разрушается вот эта вот магия кино. Хотя пишите в комментариях, может быть, вам показалось это больше такой документалистикой, и не хотели приблизиться к уровню, такой, знаете, как вот офис или парк и рекреэйшн. Или вот какие вот проекты, в которых создается эффект документалистики. Как будто бы зритель смотрит не художественный сериал, а смотрит документальную нарезку, которая вращается вокруг определенных персонажей. Вот напишите, мне интересно, вот лично вас это отвлекало или наоборот вам помогло поверить в реалистичность вот этой истории. Не знаю. Не знаю. Лично для меня может опять-таки. может я слишком придираюсь к этому. Но человек, который скушал не одну собаку, кошку, попугайчика и три золотых рыбки на всем этом киноискусстве и деле, мне и так сложно бывает смотреть какие-то сериалы. Я постоянно отвлекаюсь на о, а это вот такой кадр сделали, а вот здесь так вот освещение сделали, а вот тут для меня главное хороший сериал отличается тем, что я забываю, что это сериал, я забываю, что это кино, я погружаюсь полностью в историю. Но тем не менее, при всей вот этой вот работе оператора я обалдевал с этой актерской игры. Это вот как будто бы тебе дали место в театре в первом ряду, и ты смотришь, и ты просто вот балдеешь от того, что ты видишь актеров крупным планом. Вся мимика, вся реакция, и какой правильный подбор вот этой, когда кто-то говорит какую-то реплику, нам показывают не сколько этого человека, произносящего реплику, а именно реакцию его детей, или этих вот родственников друг на друга. Вот эти вот маленькие реакции, вставки, они цены, потому что когда ты смотришь спектакль, почему люди вот допустим ценят театр? Сегодня у нас есть и сериалы, и ютуб, и все что угодно, где угодно можно посмотреть, но почему люди до сих пор идут в театр? Потому что ты сам выбираешь на что смотреть, на кого смотреть, на реакцию какого персонажа смотреть. И тут в этом, конечно, мне понравилось, что показывают кадры разных персонажей, их реакции на вот диалог или монолог, который происходит. Шикарно. Шикарно. Ребята, еще раз, это сериал не для зумеров, скажем так. Опять-таки, кто-то скажет, я зумер, но я люблю хорошее искусство, я ничего не против, не говорю. о том, что поколение зумеров, вот мы недавно говорили на стриме с Олей, что нужно все быстро, нарезка, нужно какое-то постоянное смещение кадров, какая-то мишанина должна быть, вспышки, стробоскоп постоянный, иначе человек теряет внимание. Этот сериал очень медленный, но красивый. вот как, это вот, чтобы сравнить хорошо, это не это не секс какого-нибудь подростка, который раз-раз и все, и убежал, а это вот такая красивая прелюдия, ты смотришь весь этот эпизод на протяжении часа, и ты просто кайфуешь, и когда подходит вот это к концу, каждый эпизод это своего, то, своего образа, вот этот оргазм, такая вот точка, вот прям пик настоящий, такая красота, я не знаю, я вот, например, я балдел, кстати, ребята, записываю одним дублем, так что, если где-то что-то оговорился, уж простите, это вот мое такое целое впечатление, давайте поговорим, и я понимаю, почему он номинирован как лучший сериал, лучший сериал, драматический сериал 2020 года, сильные претенденты, еще раз, но тем не менее, эта заявка очень сильная, если первый сезон очень хороший, то второй прям вот махина, и смотрите, никому не интересно смотреть сериал, если мы, если бы это были какие-нибудь столеры, или какие-нибудь фермеры, или еще что-то, но вот, это не то, почему нам нравится смотреть на всяких вот этих известностей, почему мы вот следим за новостями, там вот этот сотворил то, этот набил морду этой, какой-то скандал, кто-то разорился, какие-то акции, бил гейт со своими чипами, или еще раз, вот народу интересно, потому что это немного недосягаемо до нас, если бы нам показали семью, которая на протяжении двух сезонов срется за какую-нибудь двухкомнатную квартиру, хрущевку где-нибудь там на черемушках или хмырец знает где, мухосранский каком-то, кто стал бы это смотреть? Никто не стал бы такое смотреть, а когда нам показывают, это миллиарды крутятся, кто станет наследником, папаша, у которого постепенно едет крыша, он понимает, что ему нужно уходить на пенсию, но он не готов, и он не знает, на кого он может оставить вот это свое хозяйство, богатство и капитал, чтобы оно все не пропало, поэтому интересно смотреть, потому что нам хочется видеть, что богатые тоже плачут, как крути, как не крути, это вот наша такая сущность людей, вряд ли какие-то миллиардеры будут смотреть этот сериал, они может смотрят какие-нибудь там поросячьи бега или лошадей разводят, ну и сериалы такие неинтересные, а вот лично мне было, вот я балдел, это вот тоже, смотрите, тот же самый Шекспир писал про разных лордов, там, дворян и все остальное разных персонажей, потому что интересно простому люду смотреть о ком-то возвышенном, о ком-то вот проникнуть во внутреннюю жизнь, вот в эти скандалы, вот в эти все передряги, теперь посмотрите, сколько номинаций, лидирующая роль, лидирующая мужская роль, актриса второго плана, актер второго плана, актер второго плана, актер второго плана, посмотрите, я только, я столько номинации видел раньше только когда девчонки из этих дневники служанки рассказы служанки когда там ну прям огромнейший красивейший женский такой букет номинировался на актрис второго плана и тут посмотрите 66 номинаций актерская и совершенно заслуженно и помимо даже вот этих имен которые здесь перечислили там есть на кого посмотреть это марша жена логана какая какой колоритный персонаж потом эта бабушка она тоже по моему она играла маму джун из рассказы служанки раз зато говорили вообще такой шикарнейший состав актерский это вот действительно как будто бы ты смотришь хороший поставленный спектакль театр с драматургией и прописаны дикции и диалогами и так актеры пошлите джереми стронг показать этого персонажа вот тут мне настолько понравилась эта ассоциация кто-то сделал это как теон вот очень близкий персонаж человек который вот ну практически полностью оказался разбитым то что произошло в конце первого сезона она же раздавила его и то через что отец заставил его пройти отчасти может быть он помогал ему преодолеть самого себя либо еще больше втаптывал грязь мне кстати интересно что вы думаете о том моменте когда он привел сына в дом погибшего парня вот что вы чувствовали я сидел смотрел думаю блин через что он заставляет его проходить если там что-то вообще оставалось вот какой-то стержень если где-то вот там оставался это было полностью раздавлено в порошок в этот момент и сыграть вот такого персонажа тем более мы помним по первому сезону насколько он сильный был насколько вот он решительный он готов был бросить вызов своему от отцу льву вожаку стаи для того чтобы и и поймите у него же нет ненависти к отцу он его не ненавидел он всю жизнь свою пахал для него на эту компанию он смотрел он всегда хотел признания еще ребята заставка кто-то в комментариях написал что ни разу не перемотал заставку вот тоже самое я все 20 раз эту заставку посмотрел как красиво вкусно сделано чем-то напоминает клип summer time sadness не знаю если знаете такое или нет вот я прям смотрел так напоминает и ну вкусно вкусно сделано чем-то отдает по общему настрою а большая маленькая ложь но если большая маленькая ложь она больше вот в настройка женской мелодраме то здесь это вот такое что унисекс и для мальчиков и для девочек под прям самое то но хорошо хорошо мне так понравилось как нам показали его полностью через все эти шаги вроде бы он готов снова влюбиться нашел эту пару такую же девушку которая с проблемами с наркотой с другой большой именитой семьи но ее папа отправляет прочь и как это снова его разбивает и концовка но вот как вы думаете то что он сделал в конце второго сезона это он сам решил это сделать или это папа ему приказался смог ли он вот этот вот вонючка внутри уйти и снова вернуть свою прежнюю силу и попробовать таки завалить отца или же это был такой уговор и отец наверно сказал что никто не поверит если он сам придет и себя принесет жертву а и но если сын возьмет и сольет отца вот так публично только тогда они смогут смыть позор не знаю пишите в комментариях мне очень интересно кстати кто в первый раз если вдруг сюда пришел поймите это не пятиминутка обзор где а вот это хорошо это плохо нарезочка из кадров и все и разбежались нет мы здесь в уголке твистера сидим и рассматриваем детали мы балдеем от того что мы смотрим и делимся впечатлением в комментариях логом ну все-таки как старый конь борозды не портит мне ну красавец вот и ты видишь все его перемены ты видишь что где-то он надламывается ты видишь что он сильный персонаж которому непривычно слышать отказа и когда бабусяка на самом деле ее бабушка там все называют это не то что я забыл ее имя ну я забыл ее имя и все нэни бабушка называть и как она села в машину и уехал он бежит за ней бежит и проклинает говорит ты вернешься ты примешь мою ставку труд это никто от него никогда не уходил а тут раз повернулись и ушли никто никогда его не бросал а его бросили потом это племянница бабушки и она его бросил мы видим что он понимает что он теряет контроль но ничего с этим поделать уже не может в нем нет уже вот этой хватки люди и уже уже вера в него пошатнулась и как интересно смотреть и как он пытается еще контролировать детей но тоже понимает что он теряет его взаимоотношения с дочерью сара позже какая во первых красавица и в ней столько сексуальности вот этой вот о чем бы она не говорила о политике или же об акциях или флиртует не с мужем или флиртует с мужем ну так как вот вот прямо на открывает а вот прям лобода которую намешались меган фокс но при этом поместили в такое тело приятной доступной как будто когда на скале еще где-то здесь вот прям ты смотришь и балдеешь от от этого персонажа и как она приятно хорошо ее играет и мы видим что она она хочет быть во голове она хочет лидировать компании она тоже хочет признание от своего отца но она понимает что в семье есть мальчики есть старшие те кто займут эту должность и она сама себя убедила в том что она не может лидировать а потом когда отец вот она как это акула которая уже в принципе вошла в спячку и отец берет и капает кровь перед ней что ты можешь лидировать ты можешь я могу назначить что ты скажешь а как ты это и в какой-то момент мысль о том что она может контролировать просто срываете и крышу чем мне еще нравится сценарий то что персонажи ты им веришь да на самом деле человек может поступить так да такие богатые могут шутить на такую тему ой ты там за руку с кем-то поздравился на тебе этот санит антисанитарию провести для рук как его hand sanitizer на у тебя ручки по вытирай салфеточку или какие-нибудь такие вот шутки на том что легкой брезгливостью что мы вот мы люди первого класса все остальные вот уже не то и она себя так ведет и она себя так держит красота теперь еще актер который играет ее мужа мэтью как его макфейден этаж надо уметь играть такого противного вот прям как уж который извивается под вилами он пытается залезть логану без мыла в одно место он прям вот вот видно что я знаю термин до лебезди да но я никогда не мог вот сопоставить вот с конкретным лицом для тем меня сейчас вот конкретно это человек который вот подходит под это дело глагол вот именно вот так вот он готов смеяться когда надо смеяться над шутками логана он готов поддакивать вот вот такой вот весь весь в угодничество но с другой стороны его жалко когда у них происходит этот диалог на пляже когда самая последняя серия когда они высадились на пляж его по-настоящему жалко то что ему сказала жена во время свадьбы да они только поженились ты даешь клятву друг друга любить там и и быть вот до конца своих дней быть преданным она в день свадьбы ему заявляет что она хочет открытых отношений и он он по-настоящему и любит он по-настоящему хочет угодить ей не просто заработать какие-то большие деньги он по-настоящему хочет вот ее одобрение похвалы похвалы от 3 прибахнутого этого папы от родственничков жалко его жалко с одной стороны но тем что он готов переступить через других и присмыкается на теме и вот но ведет себе не присмыкается а именно по мука и теме кто ниже него как бы понимаешь почему он это делать но вызывает немножко внутри так мы тут огромную благодарность хотел сказать всем спонсорам канала всем кто поддерживает ставит лайки пишет комментарии рассказывает друзьям делает репосты спасибо вам огромное ребята огромное еще отдельное спасибо это нашим хранителям уголка джеку мадам баттерфляй вики ирине светлане они александре кириллу еще у нас есть светлана и зефирки спасибо спасибо огромное подождите более того я только осознал у нас появился мастер ключа это отдельный просто салют фанфары и снимаю шляпу вадим ну ты даешь спасибо огромное я даже не думал создавая мастер ключа я не думал что кто-то может вообще обалдеть спасибо вадим огромное отдельная благодарность продолжать дальше а теперь калкин мы все знаем его брата да мы знаем его макалай калкин там был такой большой звездой все эти один дома все эти богатенькие рич все 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 потом все эти скандалы с майклом джексоном но а его братья ну мало мы что знали мы знали что он тоже снимался в один дом он был этот очкастый который это пепси пил и потом писался в постель вот это то что мы про него знаем да но как он себя показывает в этом сериале вот такой он приносит юмор юмористический персонаж персонаж которому вот дайте денег и дайте вот написать сценарий купить футбольный клуб вот патрынка деньги устроить какую-нибудь там вечеринку орги или завести себе любовницу с которой они будут заниматься любовными отношениями не а вот просто ну что она красивая вот совершенно новый уровень взаимоотношений у него свои тарканы в голове эти непонятные чувства к джерри на работе джерри кстати эта женщина а не мужчина если вдруг кто-то из вас не так подумал хотя глядя на его персонажа можно подумать что он и так и сяк может когда в баку с этими с ребятами из баку они в турцию или куда там поехали и встряли там я до конца даже не понял что там за фигня произошла с этим политическим антикоррупционным в каким-то движением но тем не менее было прикольно смотреть на него как он почти чтоб обделался но тем не менее когда он возвращается оттуда он говорит отцу не то что отец хочет услышать а он говорит ему правду он вот в последнем эпизоде второго сезона вообще в моих глазах вырос капитально до что создатели сериала делают они так классно как бы ты сможешь а ну да вот этот человеку этот ребенок должен вот быть наследником а потом они вот это должен а ну там старший еще братец есть кандидат в президенты еще цирк с конями ну и самый последний вот этот товар персонажей я не понимаю почему номинировали он меня без это раздражает капитально может быть по жизни он совершенно классный нормальный актер и у него берет огромную кучу сил и возможностей таланта для того чтобы изображать этого дебилковатого родственничка который не знает и ему нужно 250 миллионов от дедушки или хорошая работа при сумасшедшем логане дяди вот этот вообще непонятно но его персонаж меня бесит вот просто бесит конкретно мне хочется засунуть его обратно в эту ходячую куклу и отправить в парке вливать через глаза дальше ну конечно он встрял он как эта щепка которая попала в круговорот все этой политической внутренней возни всунули его в этот скандал с пароходами и крейсерами и вообще ну вот такие у нас номинанты сериал еще расскажу я получил удовольствие я посмотрел все 20 серий примерно где-то за 10 дней и с учетом моей сумасшедшей жизни это прям очень быстро все жду ваших мнений в комментариях а на этом мой обзор разбор дозор окончен всего вам хорошего пока и как обещал отдельное спасибо вадиму потому что мастер ключа елки-палки пока